Приветствую вас и надо сказать, что вы боитесь нетуного развода. Да, развод это всего лишь форма, это проявление того, что вы в действительности боитесь. А боитесь вы того, что стоит за развод или последствий. Возможно, это разрушение привычного уклада жизни. Возможно, это страх перед неопределенностью. Возможно, это кто-то еще. Как вы, наверное, понимаете, страх развода рождает высокую вероятность зависимости от человека. То есть вы готовы на все, чтобы не разводиться. Вы будете терпеть всего, что угодно, лишь бы не разводиться. И мужчина, ваш мужчина, если это поймет или уже понял, он будет пользоваться. Он будет знать, что вы ни при каких условиях, ни когда, с ним не разведете. Просто потому, что вы смертельно этого боитесь. И получается так, что вы теряете свою свободу. Теряете свою самостоятельность. И давайте для начала себя спросим так. А вы хотите, чтобы это происходило с вами? Вы хотите терять свободу? Если да, то ради чего? А если нет, то тогда давайте себе скажем так. Чтобы свободу не терять, нужно быть самостоятельным человеком. Самостоятельный человек всегда четко понимает, чего он хочет, куда идет и чего опасается. В чем он слаб. В чем его недостатки и где он чувствует себя неувереннее. Вот и давайте зададим себе очень простой вопрос. Что для вас развод? Вот кто-то воспринимает его, например, как начало новой жизни. Для кого-то это, конечно, психодрама. У кого-то это тяжелое переживание. Но у каждого, у каждого это что-то свое. И, возможно, вы боитесь развода еще и потому, что в детстве ваши родители очень тяжело разводились. И вы помните тот страх, который был у вас на момент развода. И теперь развод ассоциируется у вас именно с этим. Ну, давайте тогда как можно более подробно разберем, собственно говоря, ситуацию с вашими родителями. А то, почему они развились. И тогда вам будет проще понять уже сейчас, с высоты своего опыта, каково реальное положение вещей. Ну, и стоит ли говорить о том, что иногда развод просто необходим. Если вы увидите, что мужчина вам не подходит, что у вас ничего не получается. Развод является освобождением. Освобождением от отношений. И развод-то, в принципе, именно тогда и нужен, когда брак начинает ограничивать человека. Когда он не позволяет ему раскрыть себя, раскрыть себя полностью. И, простите, если вы чувствуете, что вас ограничивают, то в первую очередь ответим себе на вопрос. А почему вас ограничивают? Второе. Если вас ограничивают, значит, вы чувствуете дискомфорт. Разве вы не хотите иметь комфорт? Если вы хотите иметь комфорт, но все равно боитесь развода, тогда опять-таки возникает вопрос. Что такому дает вам брак, что это перевешивает для вас снятие ограничений в случае развода? И как можно получить вот это самое, что дает вам брак самостоятельно? Без наличия мужа. Без наличия бражных обязательств. Потому что то, что обычно дает семья, не имеет ничего общего с личными потребностями человека. Ну, это нужно понимать так, что вы, например, с мужем, потому что вы хотите быть с ним, потому что вы хотите сделать его счастливым, потому что вы хотите переживать вместе с ним всю жизнь, да, имеется в виду переживать, в смысле жизнь. И в теории вы хотите детей от него, и в теории опять-таки вы хотите этим детям что-то давать. То есть это акт свободной воли человека, который, ну, в принципе, готов делиться чем-то с другими. Но не с собой. А вы, получается, в браке, в рублесфораде что-то лично свое. То есть у вас коростный подход к браку, если вы боитесь развода. Хотя бы потому, коростный, что, простите, сам страх расвода и брак, как средство борьбы со страхом, уже по себе является корытным мотивом. Мотивом для себя. Потому что... Вопрос. Почему вы с этим мужчиной... Ответ. Я боюсь с ним разводиться. То есть вы не говорите, что вы хотите с ним быть. Вы не говорите, что вам хочется там делиться с этим мужчиной, свою жизнь, свое время, судьбу и прочее. Вы боитесь разводиться, и поэтому с ним. Это ваш личный, коростный мотив. А это означает, что коростный мотив искажает реальность, как порой вы видите. Не позволяет вам объективно, объективно ее воспринимать. А значит, принимать верные решения. Я думаю, что... Перечень действий, которые вам нужно совершать, из моего видео будет понят. Это проработка страха. Это понимание того, что дает вам брак. Удовлетворение потребностей своих, которые вы имеете, и удовлетворяете их с помощью брака. И обретение независимости в отношениях. Так, чтобы спросить себя, независимым. Хочу ли я делать этого человека счастливым? И вы бы ответили, да, хочу, или да, не хочу. И если вы скажете, да, хочу, то почему? Просто потому, что он есть. А да, не хочу. Просто потому, что я не хочу. Это акт воли. Свободной воли. А не человека, который боится. Потому, что человек, который боится, не свободе. Думаю, на этом можно закончить. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду погадаем, если сделаете его лучше. Поехали. Оператором. Что-то будет попробовать. Так, чтобы собираться. Используйте мгновение кампетной дinkтой. Все хорошо. Поехали. Скажу. Ухалиеть белье. Ухалили.